Я съем пачангус, смотрите какой здоровенный просто кебаб, просто огромнейший, находимся сейчас в Риме, сейчас, секундочку, находимся в Риме, в египетской кебабной, халяльной кебабной. Здесь, кстати, очень вкусный кебаб. Так, я уже здесь один раз был, сейчас второй раз, здоровый, и вот такую штучку они мне еще сгрели, какие-то пирожки, вот. Да, реально вкусно. Хочу лишь добавить, что вот такой кебаб, огромнейший, стоит 3,5 евро. Если сравнивать с разными странами, в принципе, это недорого. Потому что бывают кебабы и за 6 евро, как, допустим, на юге Франции. Бывают кебабы и за 4,5 евро, как на Канадских островах. Ну, в общем, разные бывают кебабы. Но здесь, в Италии, я, конечно, не скажу, что это самый вкусный кебаб, который я когда-либо в своей жизни ел, но они все равно вкусные. Вообще, я так думаю, что вкуснее всех кебаб готовят все-таки турки, когда захотят хорошо заготовить. Но вот египтяне, вот я сейчас находитесь, египетска, в этом районе они все кебаб не держат. Очень доброжелательные, хорошие, милые люди. Почему я это говорю? Потому что не во всех кебабных бывают доброжелательные, хорошие люди. Здесь же они у меня такие, при том, что в этой кебабной, что в двух других они меня уже знают. Один раз, я здесь один раз всего лишь купил, потом как-то проходил мимо метро. Один из них, то ли хозяин, я не знаю, кто, он меня узнал, говорит, как дела, все ли нормально. В общем, как жизнь, как движуха, я тоже с ним пообщался. Добродушные люди. Но мы находимся в Риме. А в Риме... А в Риме реально хорошая атмосфера. Вообще, атмосфера очень важна. У них также пицца продается. Но пиццу лучше брать у итальянцев. Сразу говорю. Я не скажу, что здесь невкусная птица. Но у итальянцев она вкуснее. Зато вот эти кебабные лучше, конечно, брать у них. За эту цену, 3,5 евро, можно взять два куска пиццы. Ну, если точнее, за 4 евро, но можно за 3,5, смотря, какие куски. Такие нормальные два куска пиццы. Мы сейчас находимся в районе, который называется Конко-Доро. Это мой райончик, где я проживаю. Я вам его уже не раз показывал. И если сравнивать, допустим, цены в центре, то в центре такая пицца будет стоить 5 евро минимум. И даже здесь недалеко, на метро. Вот сейчас здесь отойти минут 10, да? Эта же пицца, ой, эта же кебаб будет стоить на пол евро или на евро дороже. Я сейчас точно не помню, но не 3,5 уже. То ли 4,5, то ли 4, что-то такое. О, еще в дороже. Такая вот жизнь, друзья мои. Вообще, я в этот город влюбился, должен сказать, что в его жителей. Естественно, во всех, не только в итальянцев, но и во всех его жителей. Как ни крути, а место имеет значение. Эта атмосфера, она передается. Она не только у местных, но и у приезжих сюда. А вообще, добро порождает добро. Когда атмосфера вокруг добрая, хорошая, позитивная. Соответственные люди такие. Когда вокруг тебя зло. Только некоторым удается оставаться добрым. В основном же все поддаются волне. У итальянцев, ну как вы уже, я думаю, и так знаете без меня. У меня очень ценные традиции. И часто их. Кстати, вот этот кебаб, по крайней мере, в многих странах, в которых я ездил, назывался французским кебабом. Потому что он, видите, он с картофаном. То есть там картофан, не только мясо, но и картофан еще. Я не знаю, как он здесь называется. Он здесь просто кебаб. Но я помню, в некоторых странах его называли именно почему-то французским. И в Франции его именно так и готовили. А чанга. Мысля улетела, что-то я хотел сказать. Местный бродяга походим. Сходил в одно место и пошел дальше. Кстати, только здесь я заметил такую вещь, что итальянские, ну нищие, попрошайки, ну не все, естественно. Просто неоднократно уже обращал внимание на такую особенность. Они не просто просят деньги, как обычно во всех странах, да? А не перед тем, как попросить. То есть ты подходишь к нищему, он сидит, ты ему хочешь дать деньги, он обязательно с тобой здоровается. Допустим, говорит, моносейро. А потом уже говорит грация. То есть сначала здоровается с тобой, а потом говорит спасибо. Обычно, как бывает, обычно если кому-то дашь деньги, он тебе просто скажет спасибо, правильно? Ну если скажет, конечно, кто-то и не говорит. Некоторые думают, что им должны, но это нормально. Каждый, каждый, так говорится, воспитывался, где воспитывался, тут уже ничего не поделали. Винить в этом никого нельзя. Но другое дело, что где-то люди говорят просто спасибо, а здесь в Италии они тебе говорят сначала боносейро, бонжорно, очень с тобой здороваются и потом говорят спасибо. Это я про нищих сейчас, папа прошает. Так что вот такие вот дела, бандеры. Не знаю, куда дальше поеду. По правде говоря. Вообще мне хочется. Ну так, знаете, мысли крутятся в голове. Хочется поехать на север. Италия. Вообще у меня мечта побывать на Сицилии. Но эта мечта как была, так и остается. То есть она как бы всегда была. Даст Бог, мы ее, конечно, отсутствуем. Но сейчас, вот сейчас, да, у меня появилось такое желание, такая мечта. Точно так же, как, в принципе, с этим Римом. Сейчас, секунду, друзья, я закончил. Чай, кофе я здесь пить не буду. Чуть-чуть подожду. Мы с вами пойдем, я вам расскажу, что я хотел рассказать насчет этого Рима и куда дальше буду двигаться. Так. так 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 такая чудесная погода у нас стоит красавица красавица в общем хочу я поехать дальше опять-таки что значит хочу как уже сказал просто мысля такая у меня в голове появилась поехать на север италии почему на север потому что север италии это и есть юг швейцарии вот и там находится у нас альпы чудеснейшие места просто красивейшие места особенно вот эти горы именно вот эти горы именно вот эти деревни знаете вот эти альпы где мало домов мало движух вот мне и хочется поехать и там устроить даже не просто поехать но естественно и поехать тоже еще хочется какие картины пописать природу вот желание такое есть но посмотрим пока пока ничего я так загадывать не буду это так мысли это точно так же как если вы помните я ехал когда к чемпионом я записывал видео и кажется там я об этом говорил я сейчас точно не могу вспомнить но вроде так я вам говорил что я увидел автобус на рим и мне почему-то так очень сильно захотелось в рим хотя мечта побывать в риме у меня была как бы всегда можно сказать но как-то вот как-то даже не знаю почему он оставался в стороне вот мне трудно сейчас объяснить почему я сюда раньше не приехал вот а тут раз я увидел надпись рим на автобусе и прям как будто у меня потянуло туда спросил сколько билеты стоит сейчас не помню точно то ли с чем-то что ли они стоили эти билеты на автобусе я прилетел за 50 евро на самолете вроде бы за минут до 50 тоже 40 там точнее там было 100 с чем-то 140 или 150 я же прилетел минус 100 вот но суть в том что я просто захотел в рим в этот момент как-то еще больше еще такой знаете сильнее такое желание появилось вот и мы оказались в риме и должен сказать рим чудесный город и несмотря на то что знаете с экономической стороны подходить то я не должен был в этот рим ехать ну как не должен просто если такие страны где в экономическом плане ты можешь жить более-менее лучше нормально то есть по копеечке ориентируешься там грубо говоря допустим сейчас в италию в италию говорю в болгарию если поехать да то там можно жить совсем по-другому за те деньги которые живешь здесь в этой комнатушке это та же еда то есть условия другие понимаете но это конечно не сравнится еда там жилье и конечно все это тоже важный момент особенно зимой вообще зимой больше всего меня тревожит только на улице не замерзнуть остальное как бы зима только в этом плане беспокоит ночью я имею ввиду вот в остальном же никаких таких мыслей нету вот то есть я к тому что в это с этой стороны я в этот рим как бы не должен был ехать но надо делать то что хочешь вот и мне захотелось сюда приехать и когда я сюда приехал я чуть-чуть побыл первый первые пару дней конечно я был немножко так ну немного так в шоке мелком таком маленьком не в понятках если так говорить да потому что еще не понятно что как вот а потом уже потом уже я как уже повторил повторяюсь влюбился в этот город мне реально в этом городе нравится нравится его энергия нравится его жизнь нравится вот это вот вот это дыхание этого города чувство этого города и то есть выбирать когда выбираешь жить в какой-то стране типа хорошо с комфортом скажем тогда или же здесь без комфорта так вот на данный момент мне нравится здесь жить именно в таком бескомфортном состоянии которым я здесь прибываю естественно с комфортом еще было бы лучше кто кто же с этим спорит но на самом деле суть не в этом суть в энергии суть в чувстве суть вот в этой вот сущности которая есть все остальное это уже фантики фантики как говорится закидушки горбушки фанты для приезжих и в таком роде вот такие вот дела друзья погода чудеснейшая просто чудеснейшая погода мир этот удивительный что тут сказать буду закругляться хвала всевышнему живем двигаемся дальше будьте свободными берегите себя смотрите отзор тв двигаемся в голливуд солнечный калифорта и и и Продолжение следует...